Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Марина Жуковская. Время университета на седьмом канале. Сегодня гость в студии, ректор Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук, профессор, историк-международник Игорь Николаевич Коваль. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, вот так привяжемся к последним дням декабря. Много события. Обязательно должны в финале нашей программы выйти на новогоднее настроение, новогоднее пожелание. Но вначале к тем событиям, которые исторически связаны с концом декабря. Тем более, я знаю, вы недавно вернулись с международной конференции, на которой рассматривались вопросы и анализировались вопросы распада Советского Союза. Интересно, что эта тема больше интересует западных партнеров, чем сами страны постсоветского пространства. Но тем не менее, почему возникла тема этой конференции, почему именно она была предложена к рассмотрению? Да, это очень интересный момент. И вы правильно заметили, что в эти декабрьские дни мы говорим об очень важных вещах, волнующих сегодняшнее общество. Но вместе с тем, забывая, может быть намеренно, а может быть не преднамеренно, забывая о том, что есть какие-то фундаментальные моменты, которые определили развитие не только нашего общества, не только нашей страны. Но без преувеличения, можно сказать, огромной части населения земного шара, вот такие фундаментальные события, в течение 20 века их было, может быть, несколько, пять или шесть, которые задали вектор развития на десятилетия. И к ним, несомненно, относятся геополитические, социальные, экономические и, я бы даже сказал, психологические аспекты или моменты, связанные с распадом Советского Союза в 1991 году. И вот этой теме была посвящена очень интересная конференция, которую проводили наши коллеги в Варшаве, в Варшавском университете. Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве группа университетов Украины, в том числе наш имени Мечникова, университет, с Варшавским университетом. И связано это с исследованиями, которые проводит школа восточноевропейских исследований Варшавского университета. И вот наши коллеги польские пригласили на эту встречу главных участников тогдашних событий декабря 1991 года. События, которые происходили, как известно, в Беловежской пуще, вот эти Беловежские соглашения, так называемые, под Минском. И среди них был наш первый президент Леонид Макарович Кравчук, был тогдашний председатель Верховного Совета Белоруссии Шушкевич. И, естественно, по понятным причинам уже, к сожалению, ушедший из жизни Борис Николаевич Ельцин не мог присутствовать. Но российскую сторону представлял человек, который сыграл не менее важную роль, я думаю, идеологически, организационно и политически, чем Ельцин. А именно тогдашний секретарь Госсовета Российской Федерации Иннадий Эдуардович Бурбулес. И действительно, вы знаете, у нас как-то за всей мишурой текущих событий, политических стычек, столкновений, разборок. И, конечно, на фоне тяжелой ситуации, связанной с аннексией Крыма и войной на Востоке, мы как бы забыли немного об этом. Отошли на задний план эти события. Хотя, я еще раз повторяю, они сыграли ключевую роль в дальнейшей судьбе нашей страны, уже независимой Украины. Может быть, не случайно выбрана Польша местом проведения, инициатива исходила оттуда. Ведь на каком-то этапе польская солидарность, в общем-то, тоже приложила свою руку и внесла определенный вклад в дальнейшие события, связанные с распадом. Ну и, кроме того, вы знаете, Польша ведь очень остро и болезненно реагировала на ситуацию в Советском Союзе и на те события, которые происходили после распада Советского Союза, как ближайший сосед и Украины, и Белоруссии, ну и до Российской Федерации, как говорится, рукой подать. Но, что любопытно, еще один аспект возник, который чрезвычайно важен для нынешней ситуации не только, скажем, на постсоветском пространстве, не только в отношениях, скажем, сегодняшних Украины и Российской Федерации, но аспект чрезвычайно важный для Европейского Союза и для мирового переговорного процесса. Речь зашла о том, что, как это ни парадоксально может выглядеть на первый взгляд, но Беловежские соглашения, это был пример так называемых консенсусных соглашений. То есть соглашений, когда стороны находят компромисс, несмотря на то, что их исходные позиции абсолютно разные. И Шушкевич, и Бурбулис, и Кравчук говорили на этой конференции о том, что они приехали с совершенно разными целями. Каждая из сторон имела свою конкретную локальную задачу. Но, в общем-то, уровень, ну, как ни странно, даже может быть сегодня казаться, политической мудрости и какого-то политического опыта подвел их к тому, что нужно было договориться о принципиальных моментах, которые бы не позволили перевести сценарий распада Советского Союза в сценарий кровавой войны, которая была в Югославии, при распаде Югославии. И это чрезвычайно важно, потому что я бы образно мог сказать так, что мы в тот момент переживали своеобразный политический Чернобыль, который мог своими последствиями привести к страшному хаосу распада, к непонятным событиям, которые волновали Запад больше всего и Соединенные Штаты Америки. У кого окажется вот тот самый пресловутый черный чемоданчик, то есть ядерная кнопка, а потенциал огромный. То есть те ракетные установки, которые находились на территории Украины, например, они по своим объемам, масштабам и по, ну, так называемому мегатонажу, как говорят специалисты военные, они способны... Это был третий ядерный потенциал в мире. И вот этой культуры консенсуса, диалога, достижения компромисса при принципиально разных подходах сегодня не хватает абсолютно всем участникам мирового политического процесса. Ни в Организации Объединенных Наций, ни в ОБСЕ, ни даже в НАТО и Европейском Союзе стороны месяцами, неделями, годами не могут достичь элементарного согласия. Вы видите, какая ситуация сейчас, скажем, и во время минских переговоров по ситуации, по украинскому кризису. Стороны не могут достичь таких вот компромиссных решений, которые бы главным образом еще потом и выполнялись. Поэтому вот такие темы, они чрезвычайно интересны, чрезвычайно важны. Что для вас было? Стало ли что-то открытием во время этой встречи? Может быть, по причинам распада? Может быть, по последствиям? Что-то вот было из такого, что удивило вас? Ведь участвовали и первые лица этого исторического момента. Вы знаете, меня удивило несколько то, что на самом деле как-то за тогдашней чередой, какой-то хаотичностью событий мы не увидели, может быть, по-настоящему глубоких моментов, связанных с возможностью самостоятельного развития. Самостоятельного развития. И, к сожалению, конечно, тот дальнейший ход событий и в Российской Федерации, и в Украине, ну, к сожалению, не привел к тем изменениям, которых мы ожидали. Мы ведь видим сегодня, что на фоне войны, на фоне экономического кризиса, да и все последние более чем 20 лет, фактически за редкими промежутками времени ситуация экономическая ухудшается. Мы допустили, ну, вот, складывание экономической модели олигархического капитализма, одной из самых отсталых, самых консервативных, самых античеловеческих форм развития капитализма. На фоне вот этой маргинализации основной части общества, то есть, ну, как бы, такого катастрофического обнищания, и усиливается расслоение в обществе, вот, происходит такая своеобразная бразилизация, вот, бразильский вариант, бразильский сценарий развития общества, когда есть огромная часть бедного населения или едва сводящего, так сказать, концы с концами, и вместе с тем мы видим, что появляются богатые, очень богатые и, я бы так сказал, несуразно богатые люди, потому что эти богатства заработаны не путем развития, там, скажем, экономики, не рыночными методами. Ну, и, в общем-то, конечно, мы должны помнить о том, что, конечно, в конечном итоге политические решения все, в том числе и там, Беловежской пуще, они ведь принимались живыми людьми, со своими, так сказать, стереотипами, со своими какими-то видениями ситуации. И сегодня Леонид Макарович Кравчук, конечно, пытается представить себя вот таким борцом за независимость и демократия Украины. Вот. Ситуация, конечно, была и сложнее, и проще. И, безусловно, Кравчуку в тот момент нужно было показать, он уже понимал, что распад неизбежен, что центр, то есть Москва уже не влияет реально на эти события и так далее. Ну, я хочу вам еще привести, может быть, один такой пример, который, может быть, будет любопытен для наших зрителей. Я в свое время занимался проблематикой, вот, связанной с советско-американскими отношениями в связи с Восточной Европой. И, находясь в одной из командировок в Соединенных Штатах, я беседовал с бывшим первым послом Соединенных Штатов в Украине, независимой, Романом Попадюком. Он этнический украинец, но родился и вырос в Соединенных Штатах. И на момент распада Советского Союза, то есть летом, осенью 1991 года, он был заместителем пресс-секретаря Белого дома. И вместе с президентом Бушем, был во время последней его поездки в Советский Союз, летом сопровождал его. И вот он мне рассказывал о том, что Горбачев при встречах с Бушем неоднократно просил его, чтобы западные страны и Соединенные Штаты, и американский президент постарались убедить лидеров Республик Советского Союза, прежде всего Украины, в том, что и Российская Федерация, Ельцина, в том, чтобы не допустить распада Советского Союза, чтобы переформатировать Советский Союз в некую новую общность, там, союз суверенных государств и так далее, подписать новый союзный договор. И Попадю говорит, что Буш долго колебался. Он не хотел, как бы, подчеркивать эти моменты, но все-таки Соединенные Штаты, это тоже очень важно понимать, Соединенные Штаты, которые мечтали о распаде Советского Союза на протяжении всего послевоенного времени, когда это реально, они столкнулись с такой возможностью, просто испугались. Вот на самом простом, примитивном человеческом уровне. Потому что стал вопрос о том, а что будет, как этот распад будет происходить, не начнутся ли внутренние гражданские войны, опять-таки, что будет с ядерным потенциалом и так далее. И вот на этом фоне Буш все-таки решился, выступая в начале июля в Киеве, в парламенте, в нашей Верховной Раде, сказать о возможных тяжелых последствиях национализма. Бушу и его семье до сих пор украинская диаспора в США и в Канаде не может простить этой речи, где он фактически как бы поддержал центр, а не Киев. Ну, вот такая ситуация продолжалась до октября месяца, уже после Пуча. И только Пападюк констатировал, что только в октябре Соединенные Штаты по-настоящему поняли, что Союз уже спасти невозможно, и стали работать с республиками Советского Союза. Игорь Николаевич, насколько было вот так кратко, не очень много времени, неизбежен распад. Ведь он был и логичен как изнутри, и этому способствовали многие причины, в том числе и экономические, да, не в последнюю очередь. И с другой стороны, этому очень способствовали наши западные партнеры. То есть это было и поддержано, и очень поддержано извне, в том числе создавая экономические сложности, упала цена на нефть, ну и так далее, и так далее. Втянутаясь в гонку вооружений. Ну, несомненно, Соединенные Штаты ввели очень активную линию на то, чтобы ослабить Советский Союз. Это то, о чем я говорил. И это проявлялось, конечно, в том, что президенту Рейгану удалось в начале 80-х годов через очень сложную систему договоренностей, переговоров, уговорить арабских шейхов резко сбросить цену на нефть. Ну, сегодняшняя, или, так сказать, это, может быть, немножко даже смешно, но тогда цена в 22-25 долларов за баррель нефти казалась фантастически большой. И Советский Союз на нефтедолларах держался достаточно долгое время. Ему удалось сбросить ее до 10-12 в начале 80-х годов. И, конечно, это резко подорвало экономические и финансовые возможности Советского Союза. Кроме того, те структурные деформации, которые были заложены еще в 40-е и 50-е годы в советской экономике, наконец-то это сработало в негативном плане. И главное, ну, одно из главных, наверное, экономисты это бы лучше разложили, чем я, но я считаю, что главное, что убило в конечном итоге советскую экономику, центрально планируемую, так называемую, экономику, это отсутствие конкурентной среды, это монополия. Монополия во всех сферах и жизни, экономики, финансов и даже в личной жизни всегда ведет в конечном итоге к застою и к краху, когда нет соревновательности элементарной, когда нет. Монополия в экономической жизни привела к застойным явлениям, и фактически от этого уже дальше пошли и социальные проблемы, национальные проблемы в Советском Союзе и так далее. А возможности реформ, они уже были упущены. Возможности реформ существовали еще в 60-е, в начале 70-х годов. А тогда, когда Горбачев пытался уже, так сказать, догнать этот уходящий поезд, это было просто уже невозможно. И в этом смысле, конечно, распад Советского Союза был действительно... Это связан с одной личностью, да? Вот виноват в этом этот или этот или этот? Нет, конечно. Более того, я хочу вам сказать, что если бы в этот момент у власти находились более консервативные деятели, чем Горбачев, то это могло бы привести к еще более страшным последствиям самого распада. То есть, действительно, к гражданской войне мы не избежали вооруженных столкновений, вы видите, на всех территориях практически постсоветских государств, но это уже происходит в несколько другой исторической обстановке. А главная проблема состоит в том, что мало кто из постсоветских государств, а в данном случае мы говорим прежде всего о нашей стране, увы, мы не использовали тот исторический шанс, пока и до сих пор, который нам представился. Мы до сих пор не можем сложить нормальную единую политическую нацию украинскую, мы не можем определить свои внешнеполитические ориентиры окончательно и работать по ним. Мы никак не можем превратить нашу страну в субъект международного права, международных отношений. Мы бесконечно, так сказать, думаем о том, под чье бы крыло попасть. А легитимность власти политической внутри, она не приходит извне. Она может быть наденна только самим народом и выстроена только самим народом. А для этого народу надо предложить тот социально-экономический строй, который устраивал бы народ, а не который навязан народу от олигархических капитализма, о котором мы говорили, который никак не устраивает основную массу населения. Да, безусловно, безусловно. И, конечно, надо помнить о том, что национальная идея в таком поликультурном, многонациональном государстве, как наша страна, как наша Украина, она не может сработать в рамках предпочтения одной или двум нациям. Влияние внешних факторов, внутренние традиции просто не дают такой возможности. И это означает, что национальная идея должна быть универсальной. А универсальная она может быть, ну, на первый взгляд, и прежде всего, если она лежит в плоскости экономики и в плоскости права. То есть достоинства человека, его права должны быть соблюдены, вне зависимости от его национальности. Это невероятно по-европейски. Да. И, конечно, его экономические потребности и личные, и общественные должны иметь возможность реализовываться, а не давиться группой олигархов через государственную власть, органы и т.д. Это изменится в будущем году. Есть некие росточки, которые говорят о том, что в следующем году будет лучше. Я абсолютно уверен в том, что, тем не менее, ситуация в нашей стране будет меняться в лучшую сторону. Я связываю это не с деятельностью нынешних политиков и политических групп, и даже политических сил определенных. Я это связываю с той молодежью, которой сегодня 18-25 лет. Я в силу своих профессиональных обязанностей практически ежедневно сталкиваюсь с этой молодежью. Безусловно, ну, не будем в розовых очках, разная есть молодежь. Но есть критическая масса, это 10-12-15%, чрезвычайно, ну, такой позитивно настроенной на изменения, на улучшение жизни, на креативность. И готовые работать ради этих целей молодежь. Они получают сегодня знания, и я могу вас уверить в том, что это достойные европейского уровня, мирового уровня в основном знания. И у них есть понимание того, что они хотят жить в независимой, процветающей демократической стране. Вот у меня надежда именно на такую молодежь. Я, знаете, иногда, так вкладывается мое личное расписание, я работаю на таких курсах, которые занимаются на второй смене. И вот я обычно приезжаю после основного рабочего дня в 17 часов на лекцию к студентам 4 курса, или 1 курса, где я читаю международные отношения. И я иногда прихожу просто, знаете, после рабочего дня, ну, контуженной действительностью, если можно так сказать. Но когда я общаюсь интерактивно вот с этой молодежью, через полтора часа я выхожу как будто бы обновленно, по крайней мере, с точки зрения энергетики. И вот это дает основание думать о том, что перспектива у нашей страны все-таки есть. И несколько слов буквально в преддверии новогодних и рождественских праздников. Как проходит это в университете? Есть какая-то, так сказать, сложенная столетиями история? Ну, конечно, у нас есть традиционная встреча для малышей, для детей, наших преподавателей, аспирантов, сотрудников и студентов. Новогодняя елка, которая прошла 19 декабря в День Святого Николая. Кроме того, сегодня, вот буквально 24 декабря, у нас большой новогодний концерт праздничный. Это будет не просто концерт, а концерт-конкурс, потому что каждый факультет представляет своего солиста, певца или певицу, которая предложит свою интерпретацию давно известных или не очень давно известных хитов мировых и национальных. И я думаю, это будет очень интересный, красивый праздник для студентов и для преподавателей. Вы поклонник таких мероприятий? Безусловно, это тоже дает такой заряд энергии, который потом дает возможность плодотворно работать. Игорь Николаевич, был год такой, если кратко подвести итоги, и для вас лично в статусе ректора, вы прошли выборную кампанию, вы, так сказать, с честью и с хорошим количеством голосов выбраны на следующий период. Это был юбилейный год для Одесского национального университета. Вот так кратко о прошедшем. Вы знаете, действительно, буквально телеграфной строкой, потому что это очень был насыщенный год. Мы отметили 150-летие, мы хотели показать себя городу, строили прекрасный, мне кажется, концерт, который длился пять часов на Дерибасовской. Был интересная встреча коллектива в оперном театре, тоже с очень интересным концертом. Мы получили поздравления от руководителей страны, от президента, премьер-министра, главы Верховной Рады, поздравили многие коллеги нас. Мы к этим юбилейным торжествам выпустили целую серию книг об истории университета, о его золотых именах, о коллекциях нашей научной библиотеки. Мы провели несколько десятков конференций в самых разных отраслях. Это и астрофизика, и космология, и семантика, и IT-технологии и так далее. Мы открыли две мемориальных доски, которые посвящены нашим выдающимся ученым, философу Уйомову и историку Слабченко. Мы открыли музей университета. Вместе с профсоюзным комитетами, со студенческим самоуправлением провели очень много интересных мероприятий. То есть, несмотря на все сложности, их очень много, очень много. Тем не менее, коллектив университетский живет, развивается, и есть определенный потенциал для дальнейшего развития. Спасибо за участие в программе, за тот оптимизм, который прозвучал в ходе нашей сегодняшней встречи. Игорь Николаевич, вот несколько слов на камеру зрителям с наступающим. Дорогие одесситы, дорогие зрители, слушатели нашей программы, я хотел бы от души пожелать всем вам, чтобы следующий год, 2016, был прежде всего мирным годом. За пределами нашей страны, внутри нашей страны, внутри каждого из нас, чтобы это был год мирный, здоровый, удачливый, успешный для всех нас. Я искренне от души желаю всем нам стойкости и определенного мужества в отношениях с теми, кто сильнее нас, и благосклонности и толерантности к тем, кто слабее нас. Удачи и здоровья вам! Спасибо огромное за участие в программе, за добрые слова и пожелания, которые прозвучали. Ректор Одесского национального университета Игорь Николаевич Коваль был гостем в студии. Самыми наилучшими пожеланиями, и до встречи в новом году! Спасибо! Спасибо!